Добрый вечер, уважаемые телезрители телеканала БТВ. В эфире передача «Итоги недели». Это значит, что сегодня мы будем говорить о самых обсуждаемых событиях и разбираться, что же на самом деле происходит. А сегодня у нас в гостях политические аналитики из Кишинева. Это Алексей Тулбуре, Стелла Жантуан и Виктор Чабану. Добрый вечер и добро пожаловать к нам в студию. Добрый вечер. Уважаемые гости, я думаю, что начнем мы с того, что буквально сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на которой обсуждалось два важных вопроса. И первый из них – это отмена инициативы по проведению референдума об отмене избирательной системы. Как Вы можете это прокомментировать? Сегодня Центральная избирательная комиссия во второй раз отказалась регистрировать инициативную группу о проведении референдума. В Конституции предусмотрено проведение разного рода референдумов, в том числе законодательного, когда граждане напрямую принимают некий закон, имеющий высшую силу, и парламент не может это ни отменить, ни изменить, и должен только это подтвердить. Такой проект закона был сформулирован инициативной группой, и он касался отмены смешанной системы, введенной с нарушением демократических норм и возвращения в пропорциональной системе выборов. Так вот, первый раз по одним мотивам и приводя некие аргументы, ЦИК не зарегистрировал эту инициативную группу. Аргументы были смешные и неубедительные. И об этом говорили эксперты, признанные в своих областях, например, юристы из организации Промо-Лекс, эксперты национальные и международные, о том, что аргументы ЦИК в первый раз были неубедительны. Сегодня же ЦИК привела как аргумент нерегистрации группы Кодекс положительных практик Венецианской комиссии, который говорит о том, что в период за год до выборов нельзя систему менять. Но проблема в том, что никто не собирается менять систему. Значит, инициатива касается возвращения к тому, что было до этого. Тем более, что и международные организации, Венецианская комиссия, Евросоюз, Бюро по демократическим институтам ОБСЕ, Соединенные Штаты Америки и другие серьезные международные партнеры Молдовы сказали, что введение смешанной системы нецелесообразно сегодня в Молдове. Поэтому эта инициатива граждан вполне вписывается и в международные стандарты. Тем не менее, сегодня ЦИК лишил права граждан на проведение законодательного референдума. По мнению многих экспертов, это есть элемент в процессе узурпации власти, который мы наблюдаем сегодня в Республике Молдова. Узурпацией правящей партией и институтами государственной власти, которые помогают этой партии, речь идет о Демпартии, помогают этой партии узурпировать власть в стране, нарушая закон, нарушая конституцию, нарушая процедуры. То есть, то, что сегодня произошло, это антизаконные действия ЦИКа, которые не являются самостоятельным институтом, а действуют по указке политического хозяина, в данном случае, Демократической партии Молдов. На мой взгляд, самым грубым нарушением такого решения ЦИКа является то, что ЦИК нарушил конституционное право народа Республики Молдова и нарушил вторую статью Конституции, которая гласит о том, что единственным сувереном и носителем суверенитета, источником суверенитета Республики Молдова является народ Республики Молдова, который осуществляет свое суверенное право напрямую или посредством института власти. Здесь власти использовали такой, я бы сказала, на их взгляд, как они считают, это такой юридический конфуз. Они говорят о том, что законодательная инициатива имеет право только парламент Республики Молдова. Таким образом, если исходить из Конституции Республики Молдова, что единственным сувереном является народ Республики Молдова, и он делегирует свой суверенитет власти, то есть парламенту Республики Молдова, таким образом получается, что в течение четырех лет власть пользуется этим мандатом от народа. Потом он сейчас отвечает этим решением ЦИК о том, что вы не имеете права на свой суверенитет, получается, что тогда, через каждые четыре года, делегируя это свое право, когда же тогда народ Республики Молдова может осуществить свое это право? Понимаете, получается, именно как у Чонкина, круговорот в природе. И это самое грубое нарушение, потому что, когда мы пытаемся показать, что все-таки референдум, коэстационный, законодательный референдум, это и есть проявление, или есть демократический инструмент, который может воспользоваться народ Республики Молдова для того, чтобы высказать свое мнение, получается, что власть откладывает это его право еще на четыре года. Или же просто лишает его этого права. Уже получается навечно. Получилось то, что вот эта инициативная группа, имея такое же представление, как у Венецианской комиссии, обратилась, при этом им ответили тем же методом, да, то есть Венецианская комиссия против, хотя, по сути, это просто возвращение к тому, что было, и вопреки рекомендации Венецианской комиссии. Дело в том, что в данном случае они конституционное положение и вообще законодательное положение опровергают неюридическими положениями, потому что вот тот кодекс, о котором говорил Алексей, это в каком-то смысле диантологический кодекс, как должны правительства осуществлять избирательный процесс. То есть это грубое, совершенно грубое нарушение законодательства. И если в прошлом, по прошлому отказу ЦИКа, вот отчет, на который ссылался Алексей Промолекс, назвал аргументы ЦИКа ничтожными, то в данном случае этот аргумент еще более ничтожен. Я хотел бы сказать, что буквально на этой неделе мы получим еще одно заключительное положение от Венецианской комиссии, и я думаю, что оно будет очень отрицательным для нынешней власти. Просто надо понимать, что ставки нынешней избирательной кампании настолько велики, что власть готова идти на любые нарушения, любых законов, вплоть до Конституции, то, что они сделали, это грубое попрание Конституции сегодня. Да, ЦИК еще раз доказал, что он действует в ручном режиме, но власть не остановится ни перед чем, для того, чтобы выиграть, ну, это прямо, хоть тушкой, хоть чучелом, любым способом, вот эти власти, даже путем прямой конфронтации вот с западными партнерами. В данном случае это понятно, что будет очень отрицательная реакция в Венецианской комиссии, я уже говорил, а также, я думаю, что всех европейских институтов на вот такое решение. Маленькую ремарку хотела еще, я прошу прощения, то, что этот аргумент насчет рекомендации Венецианской комиссии, что в год выборов не меняется законодательство, является полнейшей демагогией, потому что хочу напомнить, и нашим телезрителям включительно, что именно тогда, когда власти приняли этот закон о смешанной системе, и когда был послан этот законопроект на экспортизацию Венецианскую комиссию, Венецианская комиссия высказалась отрицательно насчет ведения этой смешанной системы, аргументируя тем, что эта система нарушает права человека на его выборы, и то, что не все интересы граждан будут представлены в этом парламенте по смешанной системе. Поэтому именно это решение рекомендации Венецианской комиссии легли в основу именно обуславливания получения Молдовой финансовой помощи от международных институтов. А что дальше? Чем это грозит? Это происходит, все понимают, что это плохо, но вот что будет дальше? Понимаете, это очень серьезная проблема, потому что не дают этой инициативе развернуться и осуществиться, то есть это нарушение прямое, но проблема тут более фундаментальная. ЦИК, который по сути, Центральная избирательная комиссия, по сути, это независимое государственное агентство, главная задача которой обеспечение проведения демократических, открытых и корректных выборов. То есть вот это главная задача ЦИК. Не есть задача ЦИКа решать, должно иметь место этот референдум, не должен иметь место эти выборы. Они технический орган, по сути дела. Сейчас же получается, что ЦИК превратили просто в карательную политическую структуру правящего олигархического режима. То есть они используют ЦИК для борьбы с оппозицией, борьбы с гражданскими инициативами и так далее. С таким ЦИКом или с такой избирательной комиссией на выборы идти нельзя. Потому что совершенно очевидно, что парламентские выборы или местные выборы, за которые отвечает тот же ЦИК, будут управляться структурой не независимой, а политически абсолютно подконтрольной, ангажированной и зависящей от одной партии. Поэтому мы должны ожидать, что все результаты на местных и на парламентских выборах будут сфальсифицированы, сманипулированы в пользу одной политической силы. Вот поэтому мы говорим, что то, что происходит, совершенно, там, понятно, важна позиция международных партнеров, и мы всегда апеллируем к ней, но мы сами это понимаем, и для граждан Республики Молдова это неприемлемая ситуация. Когда мы идем на выборы, зная, что эти выборы изначально не будут открытыми, демократическими и корректными. Вот что сегодня произошло. У нас сегодня показали, что у нас выборов демократических в Республике Молдова с этим циком не будет. Это главный выбор. У нас получается тогда безвыходная ситуация, потому что мы все понимаем, что власть контролирует все и делает все, что она хочет, но какой из этого выход? Какие есть пути противодействия? Давайте одну ремарку, потом коллеги. Как изменить это? Я считаю, что все находится в динамике. Мы не можем воспринимать ситуацию в статике, что вот они нам запрещают и все, нам деваться некуда. Нет. Значит, то, что происходит безо дня в день, вот эти нарушения законодательства, конституции, потому что власть для того, чтобы остановить совершенно легальные инициативы, постоянно должна нарушать закон, потому что по-другому она остановить это не может. лишает будущее демократическое упражнение или будущие выборы легитимности. Я почему-то думаю, и я все более и более в этом уверен, что выборы при этой Центральной избирательной комиссии, при таком поведении власти будут лишены всякой легитимности и будущую власть, избранную таким способом, никто, собственно, за власть признавать не будет. Поэтому, с одной стороны, вроде они все себе могут позволить, с другой стороны, они будут властью, которая сохранились у руля страны или там были избраны в кавычках через недемократические процедуры. И тогда с этими людьми никто не будет иметь дело. Вот я так воспринимаю. Конечно, есть еще протест. Вот сегодня были протесты перед ЦИКом. И если гражданское общество, если оппозиция сможет отмобилизовать большое количество людей, думаю, что протесты это один из способов вернуть власть хотя бы, так сказать, к элементарному соблюдению каких-то норм и стандарт. Вы говорите не воспринимать всерьез. То есть, вы имеете в виду внешних наших партнеров? Ну, не только. Если еще... Не только внешних партнеров. Посмотрите, какой рейтинг сегодня у так называемой правящей... правящей части политического класса, у Демпартии. 2-3 процента. Мы сегодня с полным основанием можем говорить, что Республика Молдова, граждане Республики Молдова относятся к этой власти несерьезно или не воспринимают ее как власть. То есть, у этой власти не поддерживают. В любой демократической стране власть таким рейтингом подает в отставку, идет на досрочные выборы и дальше уже после чего проходят демократические свободные выборы. Те, кто выигрывает, они заручаются поддержкой населения. Это невообразимое. Ведь, посмотрите, у нас вот эта политическая шизофрения, когда с одной стороны власть постоянно декларирует о том, что мы движемся в Европу, мы привержены европейским ценностям. Это невообразимо ни в одной европейской стране. С другой стороны, она действует прямо противоположными методами. Я хотел бы напомнить, что мы впервые за всю историю независимости Республики Молдова были отнесены к стране с гибридным режимом в прошлом году. То есть, мы скатились от демократии, как она была нефункциональной демократии, в какой-то дефиченте, в которой мы находились, мы в гибридный режим. Отсюда фактически еще один шаг. Что такое гибридный режим? Гибридный режим не демократический режим. Это уже даже почти совсем не демократический. То есть, как бы существуют институты демократические, но то, о чем мы говорили до сих пор на примере ЦИКа, они все подконтрольные, то есть, они не являются уже в полном смысле демократическими, с элементами авторитаризма. Но отсюда всего один шаг. И в следующем году мы вполне можем это получить, или после этих выборов, если они будут признаны, опять же, теми, кто мониторит выборы недемократическими, мы скатываемся во авторитарный режим. То есть, вот мы видим декларации, это одно, власть даже дружно опять проголосует нам за внесение в конституцию европейского вектора, а на деле мы видим совсем другое, авторитарные методы, которые действуют практически во всех областях. Мы видим те же самые проблемы нереформирования юстиции, вот с отставкой уже очередного министра юстиции. мы видим ваше социальных вопросов. Нет, мы видим просто регресс по шкале коррупции в последних рейтингах Transparency International и так далее. Я хотел бы отметить, что вот представитель Госдепартамента госпожа Брин, которая буквально на днях была вот 6-8 марта в Кишиневе, она в своем интервью об этом заявила. Она призвала власти обратить внимание на деградацию демократического процесса. Это уже серьезное заявление, это официальная позиция Госдепа США, это именно тот институт, поддержкой которого пытается заручиться нынешнее вот это вот правящее большинство, поскольку в Европе поддержка была потеряна практически безвозвратно. Это было видно начиная с приостановления замораживания финансирования макроэкономического от Европейской комиссии в 100 миллионов. До этого по юстиции нам просто не предоставили транш 28 миллионов по той причине, что никаких реформ юстиции не происходит. И вот это докатывается сейчас до официальной позиции США. Так Молдова окажется в полной изоляции. И чем это закончится для нынешней власти, я думаю, что хорошо это не закончится, но до этого еще нам всем надо будет дожить. Единственным действием инструментом, как этому всего на ваш вопрос противостоять, я думаю, что мы должны быть социально активнее. И вот протесты это еще один законный метод противостоять этой нелегитимной власти, поскольку то, что сказал Алексей, это абсолютно очевидно. Нельзя с тремя процентами править страной, да еще претендовать на то, что эти реформы, которые не декларируемы, на самом деле не происходят, они будут как-то поддержаны населением. Население уже просто в глаза не может видеть эту власть, поэтому она пойдет вот на это, отсюда идет эта смешанная система, отсюда она пойдет разными вот такими ухищрениями, игрушками, независимыми кандидатами везде, где только можно, то есть мы уже эту технологию видели, она была опробована в разных регионах, вот так они стремятся сохраниться в власти. И как я сказал, ставки для власти очень высоки, то есть они готовы пойти на любые противозаконные действия для того, чтобы сохраниться в власти. То есть единственный способ для молдавского народа это повышение гражданской сознательности, сохранение гражданского общества. мы должны быть гражданами демократии, это не одноразово, потому что я слышал и такие позиции, многие говорят, ну вот мы ходили там в 15-м году, и это это не одноразовая акция, понимаете, нельзя один раз выйти на протест, посмотрите, что происходит в европейских странах, да в той же Румынии, да в той же Словакии вот сейчас, где убили журналиста, и сразу там сотни тысяч людей выходят на улицу. это и есть гражданское сознание населения, вот это то, к чему мы должны прийти. Вот если мы будем ощущать себя гражданами, и по любому поводу, даже не касаемо нынешней власти, которая просто взорвалась и является нелегитимной, как мы уже говорили, а любой другой власти, власть, такова ее природа, что она стремится злоупотреблять все время, поэтому при любом нарушении каких-то прав граждан, надо выходить, надо отстаивать свои права, вот тогда мы добьемся каких-то результатов. Чтобы закончить эту тему, у французского философа Ринана есть прекрасное высказывание по поводу, что такое нация. Он говорит, что нация это ежедневный плебисцит, то есть мы постоянно должны выражать свою идентичность и так далее. Это высказывание прекрасно соотносится и к тому, что такое свобода, что такое демократия, это ежедневная работа, это не нечто данное нам откуда-то и навсегда. За это надо бороться, надо уметь защищать свои права. Причем на всех уровнях. Мы говорим даже не о власти вот на самом высоком, а даже в повседневной жизни. То есть везде, я думаю, у нас власть помогает нам быть граждан. Вот как это не парадоксально звучит, но то, что делает нынешняя власть, обрекает нас на то, чтобы мы были гражданами, и чтобы мы боролись за свои права. То, что у этой власти нет ни капли альтруизма, ни капли понимания того, что такое общий интерес, что такое интерес национальный. Альфа и Омега и программа вот этого правительства это воровство публичных денег и избежание наказания. Все заточено под это. И то, что сделал сегодня ЦИК, это то же самое. То есть это защита бандитов, воров, обеспечение их победы на так называемых выборах. Но их ждет большое разочарование. Они поймут, что в Европе это может продолжаться какое-то время, но очень длительное время вот такое поведение не может быть терпимо ни внутри страны, ни международным сообществом. Все это закончится рано или поздно. И для тех, которые во всем этом участвуют, закончится плачевно. Кто-то спасется, но это будут единицы. Большинство будут отвечать перед законом. Отвечать перед законом. Давайте перейдем ко второму вопросу, который сегодня обсуждался на заседании ЦИКа. Это назначение даты локальных выборов. 20 мая уже утверждено. Как вы считаете, чем они закончатся? Что будет после них? Что будет после выборов в Кишню и в Бельско? Да, кто станет примаром? А, ну, знаете, гадать, это, конечно, неблагодарное дело. Просто интересен тот факт. Давайте начнем с того, как вообще принималось это решение о выборах. Если вы помните, очень интересно это все происходило именно тогда, когда вдруг ЦИК говорил о том, что у нас нет денег в бюджете, не было предусмотрено, и поэтому денег нет, и мы не можем провести выборы, как будто бы на то, они и досрочные выборы, потому что они не предусмотрены, и никто не рассчитывал на то, что кто-то придет на один год, а потом устроит досрочные выборы. Поэтому это очень даже глупо несостоятельный аргумент. Потом мы, когда уже началась эта волна в обществе, в прессе, о том же, когда люди говорили о том, что нарушены все-таки законодательства, опять говорим о нарушении законодательства, о правах граждан этих двух городов и так далее, тогда уже мы видим, что своим волевым решением демократическая партия все-таки решила дать выборам старт. и, значит, на своем... Я думаю, что здесь было сначала давление как общественное, так и внешнее. Именно об этом я говорю. Мы сейчас продолжаться на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Уважаемые телезрители, мы вернулись с перерыва на рекламу. Мы в эфире передачи «Итоги недели», и мы говорим о том, что сегодня ЦИК принял решение назначить 20 мая датой местных выборов. Мы остановились на этом вопросе, о том, как принималось это решение, и продолжаем разговаривать на эту тему. Я продолжу свою мысль, что под внутренним давлением наших западных партнеров правящая партия приняла такое волевое решение и все-таки решила, что выбором быть. Об этом они сообщили на своем еженедельном брифинге. Самое интересное здесь, в этом решении, есть пару таких моментов, о которых я хотела бы сейчас сказать. То, что, во-первых, демократическая партия, в принципе, использовала сценарий, уже прокатанный на президентских выборах. То есть демократическая партия на местных выборах решила заявить о том, что у них, конечно, есть кандидаты очень хорошие, они бы, конечно, с первого тура выиграли бы выборы. Но так, я говорю сейчас про Кишинев, но так как должна победить проевропейская ориентация, не знаю, что общего между, скажем, менеджментом города и проевропейской ориентацией мэра города, вообще, что есть общего. Но, тем не менее. И тогда мы снимаем, то есть демократическая партия снимается, не выставляет свою кандидатуру в пользу единого проевропейского кандидата на пост мэра. Первый момент. Второй то, что это было примерно то же самое и на президентских выборах, когда они сняли своего кандидата еще на первом туре. И второй момент, то, что демократическая партия на этот раз назначила своего переговорщика, им является заместитель демократической партии бывший министр юстиции Чаботарь. Этот момент, я думаю, интересен тем, что на самом деле демократическая партия не имеет шансов, даже если бы выслала своего кандидата, ни в Бельцах, ни в Кишиневе. Да и вообще нельзя. Один кандидат, который выставил свою кандидатуру на выборы, уже есть, он от платформы, да. Другие пока еще партии не заявили, каким образом они будут участвовать в этих выборах. Что использует демократическая партия в Кишиневе? То есть этот переговорщик нужен для того, чтобы якобы сплотить эти проевропейские силы. На самом деле, здесь демократическая партия хочет затянуть этот так называемый переговорный процесс и внести в эту формулу своих двух партнеров, каковыми является партия национального единства, это ПУН, да, это прорумынская, прорумынистская партия, и партия... Европейская партия Лянко. Если им удастся этих партнеров ввести в этот переговорный процесс для того, чтобы они уже обозначили, какой портрет должен быть будущего мэра, они уже дали определенные критерии. И для того, чтобы выйти именно на ту кандидатуру, которая им будет необходима в Кишиневе. Второй момент, то, что касается Бельц. Я думаю, что здесь у демократической партии тоже шансов нет, потому что я не вижу, какой кандидат пошел бы сейчас у демократической партии на Бельца. Единственное, что демократическая партия может сделать, это либо подумать о каком-то так называемом независимом кандидате, вот, что я думаю, что тоже как бы нереально для Бельц. Нужно подходить, найти подходящую. И второй момент, это просто воспользоваться или поддержать кандидата, ну, естественно, не открытым образом, но поддержать кандидата от партии социалистов, потому что единственные, которые, я так понимаю, две партии в Бельцах, которые еще более-менее рейтинговые. От партии демократов, от демпартии выставить заранее провального кандидата, чтобы все голоса ушли в путь? Формулы могут быть разные, но по-любому, я думаю, что они, конечно, постараются для того, чтобы все-таки каким-то образом заявить о своем участии, потому что подходы к выборам в Кишиневе и Бельцах не абсолютно разные, потому что и избиратель разный в Бельцах и в Кишиневе. Поэтому для Кишинева демократическая партия использует так называемый переговорный процесс для того, чтобы показать, что демократическая партия является именно тем кагалантом, который объединяет проевропейские силы. Демократическая партия сохраняет свой статус правящей партией. Демократическая партия на случай победы проевропейского кандидата, естественно, присвоит себе и часть этой победы, потому что дает понять о том, что в Кишиневе может выиграть только тот кандидат, который будет иметь поддержку демократической партии. В Бельцах ситуация совершенно иная. Я думаю, что и в Бельцах, и в Кишиневе у Демпартии есть резервные варианты, которые наверняка просчитывают, и который для них будет выгоден. Это обеспечить победу кандидатам от социалистов. И здесь, и там. Для чего это надо? Известно, плодотворное партнерство социалистов и демократов у нас внутри. Это видно от введения смешанной системы и по разным другим действиям, которые они совершают, скоординировано. Это для внутреннего употребления. Таким образом, Демпартия может рассчитывать на то, что выбранные мэры-социалисты будут партнерами, лояльными к Демпартии. И опять же, у них масса в арсенале средств, так сказать, даже формально не переводя их в Демпартию, но обеспечить их лояльность. С другой стороны, учитывая то, о чем мы говорили в первой части передачи, о том, что отношения с внешними партнерами деградируют до такой степени, я думаю, что Демпартия будет продвигать тезис о том, что, смотрите, в Бельцах и в Кишиневе выиграли социалисты, поэтому вы должны нас поддерживать любой ценой, Демпартию, потому что Кишинев и Бельцы будут везде, иначе социалисты выиграют везде. Вот эту осетрину второй свежести они будут продавать на внешний рынок внешним партнерам. Вот такой сценарий, мне кажется, тоже весьма вероятным для вот этих местных выборов в двух крупных городах Молдова. Смотрите, я думаю, что всем очевидно, что партия социалистов – это такая карманная оппозиция, да? А если говорить о реальной оппозиции, кто может противостоять этой партии на выборах местных, в частности? Ну, в Кишиневе это единый кандидат от проевропейских партий, и тут... Вне парламентских, да. Вне парламентских, да. Здесь просто сейчас уже отметили карманные... По пассе, да. Если удастся единого кандидата все-таки выставить на этих выборах, то у него есть реальные шансы на победу. Потому что, в конце концов, люди будут голосовать за демократию и против воровства. То есть, за свободу и против мафии Плохотнюка. Да, это по Кишиневу. По Бельцам сложнее. Тут у проевропейских партий позиции слабые. Но у кандидата от нашей партии, может быть, если... Если будет удачно... Если будет выдвигаться кандидат, если будет удачно проведена кампания, то, конечно, есть шанс у кандидата от нашей партии победить в Бельцах. Я почему-то уверен, да, что в демпартии Плохотнюк будут продвигать социалистов и там, и там. Потому что это для него... Коллеги очень правильно сказали, что это не оппозиция. Это такой золотой резерв демпартии, который может быть использован в разных качествах. И на посты какие-то назначать, и выбирать, и использовать в качестве геополитической области. Вот Настасья объявила о том, что он выдвигается в кандидаты на пост мэра. Ждет поддержки от Майя Санду, но никак не ожидал поддержки от Владимира Плохотнюка. То есть, создается впечатление, что он хочет просто повторить сценарий президентских выборов и таким образом, ну, скажем, утопить этого кандидата, чтобы выиграли социалисты. Вот насколько реально... Это вполне рабочий сценарий. Мы же говорим о том, что повторение сценария, которое они уже откатали. Если Настасья будет единым кандидатом, то все... Настасья или Настасья? Настасья, простите. Настасья уже не будет. Оговорка по Фреду. Настасья еще может вернуться. То есть, мы еще не знаем, в какой постаре. Но без шансов, да. Если Настасья будет единым кандидатом, то я думаю, что весь админресурс правящей партии будет брошен на то, чтобы утопить, дискредитировать этого кандидата до полного уничтожения. Будет из дональцев в горы приносить. Да, да. То есть, поддержал Майя Санду, Плохотнюк на выборах президентских, она проиграла. Реально он поддерживал, конечно, дональцев. А это вполне объяснимо, понимаете? То есть, положительный рейтинг транслируется. Это вполне технологичная вещь. То есть, понятно, когда Додон демонстрирует встречи с Путиным, большой рейтинг Путина в Молдове транслируется частично на... и прибавляет Додону или социалистам. С другой стороны, когда у Плохотнюка рейтинг минус 95, то это отрицательный рейтинг, который ровно так транслируется. То есть, любой политик, который заручится поддержкой Плохотнюка, просто обречен на политическую смерть. И вся предыдущая история партнерств Плохотнюка как раз доказывает именно это. Посмотрите, где сейчас все партии, которые были с ним в Альянсе, начиная слева направо от коммунистов Воронина, либерал-демократа Филата, далее либералы Гимпу. Практически то, чего добился Плохотнюк, он превратил парламент в такое кладбище. То есть, у нас фактически то, о чем мы говорили в первой части, о том, что деградирует демократия, у нас парламентаризм умирает практически, поскольку появляется... И вот новая система выборов, это еще шаг туда же, когда появляется некое диффузное большинство из мигрирующих, непонятно откуда, каких независимых. А это, по сути, денежные мешки. Об этом Венецианская комиссия прямо сказала, что велики риски о том, что непонятные совершенно личности будут попадать в парламент. Мы сейчас видим совершенно непонятные личности, которые по своему ни психотипу, ни виду, ни интеллекту, ничему не соответствуют статусу депутата. И это по партийным спискам, где есть некие фильтры, где есть еще какой-то внутренний отбор. А что будет в такой системе, когда просто будут продвигаться непонятные личности, это, мне кажется, очень опасно для Республики Молдова. Я хотел бы просто, чтобы гражданам было понятно. Это система, которая провалилась везде. В европейских странах, тем более малых странах. От нее отказалась Сербия. Румыния отказалась после двух циклов от этой системы. Украина сейчас отказывается. Грузия отказывается. Все отказываются от смешанной системы. Молдаване думают, что они придумали некий новый паровой двигатель. Вот у нас это будет работать. И как они все это, так сказать, какими, какой ложью все это прикрывалось. У вас будет свой депутат. Вы его будете выдвигать, вы его будете отзывать и так далее. Оказалось, что ничего этого не будет. Вот... Давайте немножко отойдем от политики. Поговорим об экономике. А конкретно от тарифов на газ. Насколько нам известно, последний раз тарифы на газ утверждались в 2016 году, когда и на рай исходило из того, что доллар стоил 21 лей. Прошло много времени, лей укрепился. Более того, закупочная цена снизилась, если не ошибаюсь, на 10%. Не на 10%. Не на 10%. Я хочу вам сказать, что наверняка граждане помнят период, когда у нас газ достиг пиковой цены в 410 долларов, который мы покупали из России. В прошлом году газ падал до 160, даже еще меньше, меньше 150 даже. То есть это плавающая цена, которая рассчитывается по определенной формуле. То есть, смотрите, это больше, чем в два раза упала цена. Плюс то, о чем вы говорили, об укреплении лея. Как минимум, еще год назад на РЭЭ, если бы это было независимое агентство, должно было уже скорректировать тарифы. Что произошло на самом деле? Вот при таком некорректированном тарифе мы за два года переплатили, во-первых, эта цена на 30%, где-то это был представлен отчет неправительственной организации экспертов в энергетике, на 30% мы переплачиваем за тариф, и всего за два года мы переплатили полтора миллиарда леев. Вот теперь возникает вопрос. После публикации этих, опять после протестов возле НРЭ, мы опять возвращаемся к этому давлению, мы увидели заявление премьера Филиппа, а поскольку мы еще в предвыборном году, о том, что можно снизить. Далее они просчитали это Минэкономики, и сказали, что на 20% можно снизить тариф на газ. После чего появилось решение, не решение, а декларация, пока решения еще нет окончательно, Национального агентства, о том, что тариф может быть снижен на 20,3%. Такое удивительное совпадение, которое разнится только на 0,3%. Это еще раз, на мой взгляд, доказывает тот факт, что НРЭ, равно как и ЦИК, который мы обсуждали раньше, является ручным агентством, которое действует по указке правительства, правящего большинства. На самом деле, тарифы должны были быть снижены гораздо больше. Мы еще увидим это окончательное решение, которое появится, и нам господин Копач обещал, что это будет достаточно быстро. Но это не отменяет того факта, что мы переплатили 1,5 миллиарда, и я бы хотел услышать ответы, куда девались эти деньги. Они будут учтены в следующем тарифе, мы рассчитались с Газпромом, либо еще что-то произошло. Об этих деньгах никто ничего не говорит, но деньги эти у нас уже забрали. То есть, по-нормальному, в рыночной экономике, эти деньги нам должны вернуть попросту. Ничего этого мы не услышали. Поэтому я не исключаю, что мы пойдем по такому сценарию, поскольку год предвыборный, но сезон уже заканчивается. Отопительные все обратили внимание. Мы платили всю зиму за газ самую дорогую цену. После этого, вот в марте-апреле, можно уже понизить, продавать это в качестве предвыборного успеха. И после этого я не исключаю, что сразу после выборов, если эти ребята опять всеми правдами и неправдами останутся у власти, нам опять повысят тарифы. Опять же, аргументирую я чем угодно, что изменилась формула, что мы учитываем 5 лет вперед, там возможное повышение цены Газпрома или еще что-то подобное. Может ли это быть просто одним из инструментов возвращения миллиарда? А это множественные инструменты. Но что значит возвращение? Миллиард украли у нас. Нас же составили его платить. То есть это вообще чисто бандитский подход. Мы говорим, ребята, вы украли у нас миллиарды страны. Они говорят, да, мы украли. Поэтому вы нам должны заплатить 25 лет этот миллиард и еще и с процентами. Это классическая сценка из 90-х годов. Тут еще есть интересный... Мы, к сожалению, должны прерваться на рекламу. Буквально несколько минут мы обязательно вернемся к этому вопросу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Работает! Уважаемые телезрители, мы вернулись после рекламного перерыва. В эфире передача «Итоги недели» и мы говорим о тарифах на газ и остановились на том, почему это происходит. Одну ремарку, если мне удастся одну, я постараюсь. То, как это происходит, сначала заявление премьера, потом реакция агентства, хотя, причем тут заявление премьера, агентство для того было создано, чтобы оно самостоятельно реагировало на изменение цен. В законе написано «независимое». То есть, это очень подлая политика. Это политика оббирания собственного населения. Вот мы не говорили о последнем докладе Кролл, но... Но плавно приходим к нему. Да, плавно к этому приходим. Значит, Кролл, с моей точки зрения, это высказываю в последнее время эту мысль, что идея подрядить международное агентство тоже продлежит одному, так сказать, хитроумному, наверное, или там, группе хитроумных товарищей, которые решили отложить на три года расследование этого преступления. Потому что Кролл добросовестно занималась тем, чем занималась. Это проблема не этого агентства. Но это давало повод нашей прокуратуре говорить, которая могла это за несколько месяцев решить. И люди должны сидеть в тюрьме. И деньги были бы уже. Давало оснований говорить, что вот Кролл работает, получим результаты, потом вот мы займемся. Сейчас получены результаты, нас банк не хочет публиковать. Почему? Потому что надо производить аресты, надо идти за этими деньгами. Они не хотят этого делать. Они отобрали у нас миллиард, потом обирают нас на ценах и тарифах. Вот тарифы мы говорили. Обирают нас на том, что создают разные агентства по расследованию кражи миллиардов, в частности, агентства по возвращению денег. И мы должны содержать этот аппарат, который непонятно чем занимается. Мы заплатили... Который нам объяснил господин Узембрян, что он не может на это реагировать, пока не получил указан. То есть нас отбирают каждый божий день и по каждому поводу ни одной копейки из этого украденного миллиарда не вернулось. И что бы там ни говорил так называемый президент Додон, что вот нам говорят, что один миллиард вернулся. Вот я хочу проинформировать Додона, что миллиард вернулся из продажи имущества закрытых трех банков. Ни одной копейки из того, что ушло за рубеж, в бюджет не пришел. А то, чем он занимается, это вообще уже позор и стыд. Целый президент, который обещал, что я разберусь с кражей миллиарда, буду там демафиатизировать страну, просто поддакивает этой власти. Он до сих пор делает громкие заявления, например, на заседании высшего совета безопасности. Ну вот в этом его миссия заключается. Самое интересное, что на этом, потому что совет безопасности, который он во второй раз ставит вопрос о возвращении этого миллиарда, опять не присутствуют ни председатели парламента, ни премьеры-министры. И силовые органы. Я хотела еще отметить, что самое циничное именно в этом, так называемой, попытке и затягивать это расследование о краже миллиарда, то же самое, что, на мой взгляд, агентство Кролл, в самом деле, не имеет к этому процессу, к этому процессу затягивания никакого отношения, потому что не выполняет свою работу этот заказ. Но самое циничное, это то, что когда власть опирается на этот аргумент, что мы ждем результат расследования Крола, когда в парламенте, я думаю, что у наших граждан не короткая память, они прекрасно помнят, что на заседании парламента бывший директор Центра антикоррупции, господин Кетрарь, говорил с трибуны парламента, что мы в курсе того, то есть они были в курсе того, как воровалось и как выносилось из банка, как он сказал, мешками эти деньги, и о том, что все вот эти институты власти, которые отвечали, которые должны были прореагировать, и национальные банки, и агентства по ценным бумагам, и тот же Центр антикоррупции, и они якобы знали, но никаким образом не реагировали, то тогда создается вопрос, а зачем тогда нам нужно было это расследование Крола, почему опять власти платят эти деньги на расследование из публичных денег, и те же, которые опять же платят граждане Республики Молдова, оба этих расследования, что первый доклад Крола, что второй доклад, потому что сейчас на очереди еще третий доклад. Вы просто одну фразу, давайте мы разгоним всю эту прокуратуру, там, Центр, и просто наймем на работу этот Кролл, и пусть он нам возвращает эти деньги, пусть он нам возвращает на что-то, и они не собираются даже говорить о этих вещах, Потому что в рапорте Кролл, там есть очень интересная в синтезе, очень интересная мысль, не мысль, а очень интересная фраза, когда они привели, какие денежные пути, в какие страны уходило, кстати, там есть очень интересные страны, не только вот Российская Федерация, о которой говорят, там есть и Китай, там есть и Корея, там есть и Сейшелла, там есть и Германия, Австрия и так далее. То есть достаточно большие суммы уходили в эти страны тоже. Но самое интересное, мне кажется, что даже это квинтэссенция того, что было написано вот в этом синтезе, что многие данные, которые представил Кролл и по деньгам, и по этим путям, не могут быть полными только потому, что власти Республики Молдова не представили нужную информацию. То есть получается, что они еще и препятствуют этому расследованию Кролла. То есть, санимает это агентство Кролл, говорят гражданам Республики Молдова, что да, из ваших денег мы будем платить, но мы же заинтересованы в возвращении этого миллиарда. Поэтому мы платим этому агентству, несмотря на то, что все знают, куда уходили эти деньги, как уходили эти деньги, как их возвращать. Так они потом еще не представляют этому агентству Кролл даже нужную информацию для того, чтобы Кролл мог опубликовать полную картину пути этих денег, как их возвращать, где эти деньги засели, кто виноват в этой краже миллиардов, какие там имена звучат, какие, кстати, на каждой странице этого рапорта Кролл звучит только Шор, группа Шор, группа Шор, группа фирм Шор, компания Шор. И теперь еще больше, на мой взгляд, цинизм, что этот примар города Аргей-Ван. Это только в том синтезе, который нам представили. Да, в том синтезе, да, в том синтезе. Что там на самом деле? Но что там на самом деле мы еще как бы не знаем. Но еще более цинично, что и первый доклад, и второй, говорил о причастности, и везде написана группа Шор. Мы видим, что этот мэр Шор работает успешно, исполняет свои обязанности мэра. Говорит о том, что они придумали такую социальную политику, такую социальную компанию в Аргей-Ван, что после выборов, и мы сейчас видим, что, во-первых, эти данные, эти статьи печатаются в провластных СМИ насчет деятельности партии Шора, что они будут выдавать, эта партия будет выдавать после выборов, помогать пенсионерам, помогать неимущим, и будут выдавать чуть ли там по тысячу леев. Это верх цинизма. И когда люди радуются тому, что посмотрите, какой молодец этот Шор, они задают себе вопрос, а это из каких денег он это выдает? Во-первых, не будет никаких там тысяч. Нет, понятно, что они будут. Это вранье, во-первых. Во-вторых, я просто говорю о другом. Когда люди, я слышала такие высказывания, когда говорят, ну молодец, да, но зато он, пусть он воровал, но зато он дает аргейевцам эти деньги, зато он молодец, что он делится с ворованными деньгами. То есть до какой степени аморальности мы доводим нашего гражданина Республики Молдова, когда он уже начинает мыслить в таких категориях. Да, он вор, но он с нами же делится. Так мы говорим на примере этого Аргеева. Но он украл не только у Аргеева, эти деньги украдены у всей страны. И вот это, по-моему, вверх. Я хотел бы обратить... У нас осталось очень мало времени, поэтому давайте... Буквально очень коротко, если можете. Да, очень коротко последние вопросы обсудим. Это, несомненно, это затягивание, причем умышленное затягивание. Обратите внимание на два момента. Через пять лет все электронные следы уничтожаются. Такова технология. То есть осталось совсем немного для того, чтобы следы исчезли и больше их никто не нашел. Между тем, персонажи, которые должны были обеспечить сохранность этих денег, они потихонечку исчезают из нашей политики. Смотрите, Кетрары уже нет, генпрокурора Гурина уже нет, Брабуцану уже нет, Баламесиба уже нет. И мы проснемся в один момент, и нам скажут, что, собственно, нет ни ответчиков, нет и следов, и не так много этих денег, о чем уже Канду нам говорит. Оказывается, ссылаясь на второй рапорт Кролл, он говорит, что всего 600 миллионов. Хотя там на каждой странице написано 1,1 миллиарда было украдено, а отмыто всего 2,9 миллиарда. То есть нас постепенно приводят к мысли, что, ну вот, видите, уже не миллиарды, уже 600 миллионов, к третьему кровью скажут, всего 200 было миллионов и так далее. Вот такая циничная игра власти. Если говорить о тех людях, которые знали это заранее, отставка Тенасия, его публикация, его разговора с Платоном, почему у него такая реакция, когда другие делают намного больше, и разоблачений намного больше, но никуда не собираются. А он тут буквально за пару дней решил закончиться своей карьерой, ссылаясь на то, что хочет доверия. Мы бы могли исходить из посылки, что у Тенасии есть европейское воспитание и совесть, и он, в данной сложившейся ситуации, не видит возможным для себя продолжать работу в качестве министра. Однако, тут есть большая проблема. Первая его реакция была совершенно другая. Да. Он сказал, что не видит ничего предосудительного в этом разговоре, и вот он как раз для того и пришел на пост министра, для того, чтобы не допускать такого рода прослушек, и чтобы граждане, так сказать, невиновные не попадали в тюрьмы. То есть он фактически атаковал, не защищался, а атаковал. Потом проходит два дня, он подойдет в отставку. То есть возникает разумное подозрение в том, что его заставили в отставку пойти. День прошел. Да. И это не его самостоятельное решение. Я думаю, что мы правду узнаем очень скоро. Вот это мое восприятие. Давайте смодулируем ситуацию. Не только не из моральных соображений, я думаю. Я поняла, да. Давайте смодулируем ситуацию, что, к примеру, второй отчет Кролл публикуется. Там такие имена и фамилии, как бывший глава Нацбанка Драгуцану, Илон Шор, примар Аргеева, и конечный бенефицар Владимир Плохотнюк. Все это знают. Надо предпринимать дальнейшие меры. Но предпримутся ли они? При том, что Владимир, тот же Владимир Плохотнюк, он контролирует все, что происходит в Молдове. И, в принципе, кто его посадит, кто его накажет за это? Вы знаете, если коллеги позволим, очень коротко. Вот реформа прокуратуры, которая была проведена в 2016 году, тоже была своего рода имитацией реформ. Потому что результатом стал пшик. Во главе прокуратуры оказался один из самых коррумпированных прокуроров страны. И так называемая автономия прокурорская не работает. Но там вот это заложено, что каждый прокурор, у нас там около 500 прокуроров в стране, имеет право начать уголовное преследование, не запрашивая разрешение у начальства. Вот если у нас появится 10 прокуроров в стране, которые, невзирая на лица, на угрозы, просто начнут честно выполнять свою работу, тогда против Плохотнюка откроется уголовное преследование, и у дверь постучат. Так сработала модель в Грузии. Вот таких прокуроров защищало, но там ситуация была другая. Там был президент, который защищал этих прокуроров, и он защищал их и экономически, потому что платил им большие зарплаты. Там была международная поддержка этого. То есть если это у нас возникнет, то Плохотнюку конец, и всей этой банде конец. Если этого нет, если останется все как есть, конечно, даже если мы получим этот доклад, а у нас много информации на руках. Но самое главное, что мы не знаем, куда с этой информацией пойти. В прокуратуру бесполезно, в суды бесполезно, поэтому даже если этот доклад опубликуют, никто не будет Плохотнюка арестовывать. Пока. Но тем не менее это важно, чтобы этот доклад появился, чтобы люди прочитали, потому что правда все равно себе проложит дорогу, и рано или поздно мы все равно найдем порядок, и миллиард этот будем возвращать. Если не те деньги, то через секвестры и конфискации тех людей, которые бы в краже этого миллиарда замешаны. Я думаю, что здесь я чуть не соглашусь с моим коллегой, потому что даже появится 20 неподкупных прокуроров, пусть 30 неподкупных прокуроров в Республике Молдова, они все равно не смогут изменить эту ситуацию. Потому что до этого, согласно закону прокуратуры, власть уже обеспечила себе настолько такой комфорт, что ни 30, ни 40, ни 50 прокуроров ничего не смогут сделать. Потому что те органы, которые созданы, и этот консилиум прокуроров, и те полномочия, которые имеет генеральный прокурор, он может в любой момент просто передать, взять дело от одного прокурора, передать его другому прокурору и так далее. Я думаю, что только под... Это мое мнение, ребят. Он не может, процедурально не может это делать. Но тем не менее, это все равно происходит в нашей системе, и об этом говорят и адвокаты, и бывшие судьи о том, что каким-то образом, все-таки в нарушении всех этих установок законных, они все-таки передают эти дела, или отбирают это дело, или просто заставляют человека уйти в отпуск, и это дело передается кому-то другому. То есть всегда можно найти эти моменты. Я думаю, что единственное, что может изменить эту практику, это то, что подавлением внешних партнеров нынешней власти, потому что уже отсутствие этого финансирования, которое, оно обязательно кондиционерно тем, что эти деньги воруются, которые даются на высокий уровень коррупции, непонятно на что уходят вот эти гранты, займы и так далее, и то, что нет реформ в судебной системе. И вот все эти факторы, они будут способствовать тому, что внешние партнеры просто будут, не будут давать это финансирование в поддержку этой власти. Тогда, может быть, что-то может измениться. Плюс, конечно же, с тем же условием, что здесь и участие активные граждане, и, естественно, появление каких-то порядочных ребят и структур. Еще один такой момент, что то, что этот доклад Кролла не публикуется, и когда власть говорит о том, что он не может быть публичным, вот, в частности, это сказал губернатор Нацбанка, что мы не можем, потому что есть тайное следствие, поэтому мы сразу этот доклад передаем в прокуратуру и так далее. Этот доклад был сделан, заказан на публичные деньги, на деньги наших налогоплательщиков. Поэтому это национальный интерес нашей страны, вернуть эти деньги, об этом говорила власть. Поэтому опубликовать этот доклад, это просто право граждан на информацию, и власть должна это сделать. Конечно, она этого не сделает, для того, чтобы мы не увидели другие имена, кроме группы Шора и так далее. К сожалению, на этой ноте мы вынуждены закончить нашу передачу. Мои гости Алексей Толбуре, Стелла Жантуан и Виктор Чабану. И я, Дарья Слободчикова, прощаемся с вами. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин